Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. В Сочи минувшей ночью в ДТП погиб человек. Водитель уснул за рулем и врезался в подпорную стену. Все взносы работодателя объединяют в один платеж. Собирать его будет налоговое. Об этом сегодня рассказали сочинским предпринимателям. В центре Сочи раскидали обувь. Так решили привлечь внимание к проблеме использованной жевательной резинки. Сегодня юбилей отмечает директор нашей телекомпании Олег Бурунин. Среди особых подарков поздравления от главы Сочи. Авиакомпания «ЮТЕЙР» может стать основным внутрирегиональным перевозчиком Кубани. Об этом сегодня на встречу говорили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор «ЮТЕЙР» Андрей Мартиросов. Перевозчик готов инвестировать в развитие новых воздушных маршрутов как внутри Кубани, так и с другими регионами России. Для нас очень важно и принципиальное расширение авиаперевозок, пассажирских, в частности, перевозок из других регионов России в Краснодар, из Краснодара тоже в другие регионы России, без всяких дополнительных перелетов напрямую в Краснодар, в Сочи, в Бережик, в Анапу. Немаловажное значение имеют и внутренние наши перевозки, внутренние региональные перевозки, которые были в советское время. В том числе, я знаю, вы планируете возобновить сообщение Краснодар-Ейск. Для нас это очень важно, потому что Азовская побережь, она тоже комфортная для отдыхающих и жителей Краснодара. И поэтому возможность туда долететь, конечно, очень само по себе вызывает наше приветствие и желание максимально вам в этом помочь. Мы тоже ждем открытия Ейска, потому что мы до его закрытия были той компанией, которая летала из Ейска в Москву, и люди очень активно пользовались, причем очень большой спрос даже с наших северных регионов, очень большое количество трансферных пассажиров летало через наш московский хаб. До 2011 года военный аэропорт Ейска принимал гражданские самолеты, но из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы пассажирское авиасообщение было приостановлено. У ЮТЕЙР уже есть опыт воздушных перевозок внутри региона. За пять месяцев прошлого года маршрутом Краснодар-Сочи воспользовались 40 тысяч человек. Транспортная доступность, авиационная доступность является стимулами для туристической отрасли, в первую очередь, ну и, конечно, стимулом для бизнеса, для развития экономики. Поэтому, здесь надо просто вам быть первыми. Надо ворваться сегодня в эту нишу, и пока она не занята, я просто занятию. Не имея сегодня своего регионального авиаперевозчика, мы готовы с вами пойти на партнерские отношения и считать вас своими. Авиакомпания ЮТЕЙР – одна из немногих, у кого есть собственный летный отряд в Краснодаре. Для Кубани это стратегический партнер. Особые слова, знаете, благодарности за ваше мощное плечо, которое вы подставили жителям нашего края 4 года назад, когда закрыли авиалинии Кубани. То есть вы приняли на работу людей. Также на встрече обсудили возможность вертолетных перевозок внутри Краснодарского края в труднодоступные места. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Ну и к другим новостям. Сегодня 60-летний юбилей отмечает директор нашей телекомпании Олег Бурунин. Грамотный управленец и профессионал, он возглавляет ФКТ вот уже 20 лет. С днем рождения Олега Алексеевича сегодня поздравляют коллеги, друзья. Ну а утро же началось с пожелания от главы Сочи и председателя городского собрания города. Анатолий Пахомов поздравил директора телекомпании ФКТ с юбилеем и поблагодарил за профессиональную и взвешенную информационную политику. Отметил мэр города и то, что возглавляемая Олегом Буруниным телекомпания – одно из самых авторитетных СМИ-курорта, которой горожане доверяют и прислушиваются. Вы замечательный руководитель ФКТ. И, ну, наверное, каждый бы коллектив другого СМИ позавидовал бы вашему коллективу, потому что он у вас стабильный. И выделена такая правильная политика. Приятно знать, что вы с 1993 года профессор нашего Сочинского университета, да, подготавливаете кадры. Они у вас замечательные. Вот. И мне приятно сегодня, думаю, что от всех жителей, все это прекрасно понимают, сказать вам спасибо за ту работу, которую вы проделали. И уверен в том, что нам еще предстоит очень-очень много, да, впереди много событийных мероприятий. И от того, как наши жители будут воспринимать действительность, зависит, конечно, от вашего труда. Я желаю вам успехов, желаю вам здоровья, личного счастья и успехов, конечно, в вашем нелегком, но очень важном труде. Спасибо большое. Очень рад. Олег Бурунин, к слову, доктор технических наук. За годы работы руководителем телекомпании награжден множеством наград, в том числе медалями «Патриот России» за безупречную службу городу Сочи, признание и почет сочинцев. Сегодня подарок от мэра – художественные миниатюры с видами города. С юбилеем Олега Бурунина поздравил и председатель городского собрания Сочи, давнего партнера телекомпании. Все годы сотрудничества главным принципом совместной работы городского парламента и телекомпании является гласность и максимальная прозрачность, отметил Виктор Филонов. Вы 20 лет возглавляете компанию, и мне хотелось бы отметить о том, что вот эта стабильность в работе вашей компании, конечно, зависит лично от вас. И спокойствие, нормальная возможность работать, жить в городе тоже зависит от информационной политики на территории города. Так вот, вы возглавляете одну из тех компаний, которая создает атмосферу в городе. Объективно подаете новости, особенности нравятся те вопросы, которые из истории города. И это мы убедились... На то, что в городе есть. Да, да. И мы убедились, это когда юбилей готовили нашего городского собрания, и материалы могли найти только у вас в компании. Поэтому спасибо вам большое за это. Счастья, добра. Среди многочисленных поздравлений – телеграмма из краевой столицы. В поздравительном адресе вице-губернатор Кубани Анна Менькова пожелала Олегу Брунину творческих побед и отметила, что во многом благодаря ему телекомпания «ФКТ» стала информационным рупором олимпийской столицы. А вот от коллег сегодня на телекомпанию поступают видеопоздравления. Дорогой мой уважаемый коллега Олег Алексеевич, с большим удовольствием хочу сегодня поздравить тебя с этой потрясающей юбилейной датой, к которой ты подошел с огромным багажом побед и достижений в этой жизни. Но уверен, что все только начинается. Мы живем в удивительно интересном городе, который насыщен такими событиями, которыми нам просто не дадут ни на секунду расслабиться и успокоиться. Я хочу пожелать, чтобы все намеченные твои планы воплощались в жизнь. И самое главное, чтобы результат всегда радовал. С днем рождения, с юбилеем. Будь здоров, будь крепок. А еще Олег Брунин – активный общественный деятель. На протяжении многих лет он является членом общественного совета при УВД города Сочи. По его инициативе проведено десятки крупнейших мероприятий, которые направлены не только на повышение имиджа сотрудника полиции, но также и на воспитание молодежи. Поэтому в этот день от лица всей сочинской полиции я хочу поздравить Олега Алексеевича, пожелать ему приятных моментов, здоровья, удачи и, конечно же, новых творческих побед. С праздником, с юбилеем вас. Ко всем теплым словам, прозвучавшим сегодня, присоединяемся и мы – коллектив телекомпании ФКТ. Ну и продолжаем держать вас в курсе всех городских событий. В Сочи, минувшей ночью в ДТП, погиб человек. На обходе города Сочи Вазовская восьмерка съехала с проезжей части перед тоннелем номер один и, не сбавляя скорости, врезалась в припортальную подпорную стену. От удара машина сразу воспламенилась. Водитель погиб. Жар был такой силы, что начал плавиться корпус, стоящего на расстоянии почти трех метров биотуалета. Прибывшие менее чем за 10 минут пожарные расчеты приступили к тушению, но машина из-за воспламенившегося сразу топлива практически полностью сгорела. Сотрудникам МЧС пришлось доставать тело водителя с помощью спецоборудования, так как оно в результате столкновения оказалось заблокировано. Отсутствие тормозного пути и практически прямая траектория движения указывает на то, что водитель в момент ДТП находился в бессознательном состоянии. По предварительным данным, это 27-летний житель Сочи, который возвращался домой с поездки по Краснодарскому краю и до столкновения уже много часов находился за рулем. Точные сведения, детали и причины ДТП по результатам расследования сообщит ГИБДД. А на объездной дороге в Сочи сегодня перевернулся КАМАЗ. Авария произошла утром в 9.45 рядом с ТЭЦ. О ДТП сообщил очевидец. К моменту прибытия спасателей водитель смог самостоятельно покинуть кабину. Спасатели отключили аккумулятор автомобиля, а медик МЧС осмотрел пострадавшего и передал его врачам скорой. Из видимых повреждений мужчина получил ссадины рук и лица. От госпитализации 40-летний сочинец отказался. Обстоятельства аварии уточняются. В Сочи прошла операция «Должник». Инспекторы ГИБДД вместе с судебными приставами взыскали штрафы за нарушение правил дорожного движения. Были проверены несколько десятков водителей. Помимо задолженностей по штрафам за нарушение ПДД, приставы проверяли наличие долгов и перед другими ведомствами. В этом году в Сочи было выявлено и направлено в суд 14 материалов в отношении водителей, не оплативших вовремя административные штрафы. В прошлом году таких водителей было выявлено 597. Из них 57 человек по решению суда подверглись административному аресту. Подобные рейды сотрудники госавтоинспекции и службы судебных приставов планируют провести еще не раз. Завершился ремонт лестницы в селе Высокое. Это Молдовский сельский округ. Для жителей села в начале года это стало настоящим рождественским подарком. Расскажет Елена Овсецина. Раньше здесь рос бурьян. Об этом свидетельствуют вот эти черно-белые снимки, которые показывает председатель Совета территориального общественного самоуправления. Люди многие годы спускались к дороге, преодолевая определенные трудности. Были случаи, когда в ночное время люди падали и ломали себе конечности. Поэтому нам, общественности, администрации, было очень много сил предпринято, чтобы изыскать средства для решения этого вопроса. Теперь Нижнюю Ивановскую и Верхнюю соединяет вот эта лестница. Она ведет непосредственно на улице Некрасова к школе номер 66, где обучается 800 человек. В бытность своего президентства ее посетил Дмитрий Медведев. Очень приятно, когда такая чистота, красота. Ответственность за исполнение всех работ взял на себя сочинский генорос, местный предприниматель. Говорить на камеру Андрей Матвеев не любит, но признается. Благодарность со стороны людей ощущает каждый день. А здесь были произведены ремонтные работы не только 50-метрового спуска, но и сделан коллектор. Было небезопасно, было очень много деревьев, которые были аварийные. Плюс вот этот коллектор был сам по себе. Привели в порядок, сделали так, как оно должно быть. И параллельно благоустроили лежащие дома. Новые заборы, новые ливневки. И подключили канализацию. По инициативе сочинских единороссов, со дня на день здесь появится освещение. Есть договоренность на этот счет с предприятием «Сочи свет». На оживленной федеральной трассе тоже в ближайшее время установят светофор, нанесут дорожную разметку. Зебра более чем необходима, поскольку многие школьники живут в домах, расположенных со стороны реки. Так что для 2,5 тысяч жителей села Высокое ремонт лестницы только началом масштабных преобразований. Глена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. 17 тысяч трудовых договоров заключили сочинцы в прошлом году. Это те, которые ранее работали без какого-либо оформления. Таковы результаты работы межведомственной комиссии при главе курорта по снижению неформальной занятости. Заседания с прошлого года проходят в еженедельном режиме. И очередное состоялось сегодня. Слово Ренате Шипулиной. Это уже 34-е по счету заседание межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости. Каждый четверг в залах городской и районных администраций проходят итоговые совещания по результатам работы мониторинговых групп. На заседании приглашают руководителей местных предприятий, тех, которые работают, нарушая законы. А именно, не оформляют своих сотрудников, либо оформляют не всех, платят серые зарплаты. И даже умудряются указывать зарплату меньше тарифного для коммерческих предприятий соглашения. Ниже 10 тысяч 770 рублей. Это, конечно, теневая экономика. Это уход от оплаты официальных налогов работодателями. И это большие потери для бюджета. Поэтому этому вопросу глава уделяет особое внимание. А на эти деньги город решает социальные задачи по строительству детских садов, ремонту дорог. Но успехи есть. Благодаря усиленной работе межведомственной комиссии удалось увеличить собираемость налогов. 17 тысяч сочинцев теперь работают по трудовым договорам. А ранее они годами не получали никаких социальных гарантий. Должны быть отчисления в пенсионный фонд, должны быть отчисления в фонд обязательного медицинского страхования у человека. Человек должен быть защищен. У него должны идти пенсионные накопления. И сейчас он с социальным пакетом, и на случай выхода на пенсию. Детальный разговор замглавы Ирина Романец провела с каждым работодателем. Настоятельно рекомендовала в течение двух дней оформить все необходимые трудовые договоры. В противном случае придется оплатить крупный штраф в новом году за одного нетрудоустроенного работника от 20 до 100 тысяч рублей. Сообщили предпринимателям и хорошую новость. Взносы, прежде уплачиваемые отдельно в пенсионный фонд, фонд социального обязательного медицинского страхования будут объединены в один платеж. Сбором теперь будет заниматься налоговая инспекция. То есть постановки в качестве налогоплательщиков Федеральной налоговой службы достаточно для последующего представления отчетности и уплаты сборов. Это упрощает процедуру постановки на учет, сокращает количество документов, подготавливаемых и направляемых в контролирующие органы. Борьба с серыми зарплатами и неформальной занятостью в Сочи будет продолжена в таком же режиме. Мониторинговые группы будут ежедневно проверять предприятия сфер торговли, ЖКХ, транспорта, строительства, бытового сектора. В ближайшее время проверки коснутся всех фитнес-центров курорта. Рината Шипулина, Ольга Десятова, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ. Установленный забор в районе улицы Воровского и переулка Зеленый заставил жильцов выйти из своих домов. Они и представители общества инвалидов Центрального района, помещение которого находится в доме номер 32, обеспокоены началом строительства объекта. Но что это будет за объект и есть ли на него разрешительные документы, люди накануне выясняли в мэрии. Жильцы искренне возмущались, что нет никакой информации относительно готовящейся стройки. Но в мэрии они услышали вчера обнадеживающий ответ от первого заместителя главы города Мугдина Чермита. Его слова повторили сегодня для всех собравшихся. Разберемся. Значит, мы им разрешение не выдавали. И, значит, как таково свидетельства на землю они не имеют. Так как, значит, этот строительный забор без разрешения строительства не ставится. Вчера же исчез ранее установленный забор. От него остались только выбоины и выбита на тротуаре брусчатка в нескольких местах. Люди показывают то, что осталось от зеленых насаждений, которые здесь росли раньше, и за которыми они тщательно ухаживали, но накануне рано утром их срубили. Повреждена корневая система деревьев. Посмотрите у нас. Это уже годами, которое стоит этому дому. Когда задали вопрос строителям, ответа мы не получили никакого. Единственное, что прекратились работы. Мы не позволили копать дальше. В этом старом здании, которое, конечно же, далеко не является украшением города и нуждается в реконструкции, находится выделенное в безвозмездное пользование мэрии помещение для инвалидов. Потерять его в центре города им не хотелось бы. В этой ситуации, когда такая тема возникла, что будут ломать, нам было предложено какое-то помещение на периферии. Нас это не устраивает. Когда мы обратились в администрацию, они сказали, что мы постараемся решить этот вопрос. Вопрос незаконного ограждения земельного участка и предполагаемого строительства взят под контроль администрации города и депутатами. Мы сегодня же отправим запрос с просьбой разъяснить, какие документы есть в пределах какой территории и как люди будут информированы о том, что здесь будет происходить по соседству. Пока жители домов по улице Воровского, Островского и переулка Зеленого не увидят разрешительных документов, они пообещали самостоятельно контролировать ситуацию. А мы, в свою очередь, к этой теме еще вернемся. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну и к другим новостям. Законодательным собранием края в декабре были внесены изменения в региональный закон о предоставлении собственность бесплатных земельных участков многодетным семьям. Изменения внесены в одну из статей. Согласно поправкам, предложено проводить распределение участков в присутствии специально созданной комиссии путем жеребьевки. Однако сочинских многодетных семей, стоящих на учете, это пока не коснется. Согласно внесенным поправкам, теперь только федеральные участки, полномочия по которым переданы Краснодарскому краю, будут предоставляться по новым правилам. Распределение этих земель будет происходить путем вытягивания конвертов многодетными и таким образом будет определено, какой участок кому достанется. Впрочем, для утвержденных на сегодняшний день территорий новые правила не будут действовать. Для многодетных города Сочи данная процедура пока не актуальна. И предоставление земельных участков будет происходить по старому порядку. Точнее, не то, что старому порядку, этот порядок не изменился. Также будут подаваться заявления и рассматриваться в порядке постановки многодетных на учет. Соответственно, ближайшая перечень земельных участков, которые 15 февраля будут рассматриваться городским собранием, их распределение будет происходить в том же порядке. На сессии будут утверждены 99 участков, 297 уже выделены администрацией. Между тем, в перспективе рассматривается вопрос предоставления земельного участка в Адлерском районе площадью более 20 гектаров. Данная территория – это федеральная собственность. Она уже будет предоставляться по новой процедуре, связанной с вытягиванием конвертов. Но произойдет это не раньше, чем через год. Сегодня состоялось заседание Общественного совета по здравоохранению. Его провел глава города Анатолий Пахомов. О профилактической работе медицинских учреждений доложила Марина Вартазарян, начальник управления здравоохранения. Она сообщила, что сейчас в городе реализуется краевой проект «Неделя мужского здоровья». В поликлиниках открыты смотровые кабинеты, проводится дополнительный прием пациентов. Глава города отметил, что показатель качественной работы – это отзывы пациентов. А власти со своей стороны будут мониторить лечебные учреждения. Жалоб со стороны больных быть не должно. Для нас с вами, каждый наш житель, каждый ваш пациент – это и есть тот человек, ради которого мы живем и работаем. И если этот человек будет здоровее, значит мы достигли своей задачи. В рамках «Недель здоровья» прием специалисты будут вести каждый день с 8 до 20 часов, кроме воскресенья. «Недели здоровья» пройдут в семи медицинских учреждениях курорта. И таким образом врачи смогут охватить жителей всех районов Сочи. Ну а следующий проект, который намечен на курорте – это «Неделя детского здоровья». Сочи – город свободная табака. По такому принципу курорт живет уже несколько лет. Очередную акцию в поддержку антитабачного закона под названием «Задави сигарету» провели сегодня активисты молодой гвардии, представители студенческого и молодежного советов при главе города. Подобная акция проводится не впервые. Инициирована она была молодежным активом города, и основная ее задача – привлечь в очередной раз общественность к проблеме табакокурения. Несмотря на то, что есть федеральный закон, ограничивающий места, где можно курить, люди продолжают употреблять табак открыто в общественных местах. Молодежь, конечно, остается в стороне. И вот сегодня мы с молодежным активом, с молодой гвардии, с молодежным советом, со студсоветом, конечно же, молодежным патрулем возобновляем данную акцию. В большинстве дворов мы будем ее продолжать, рисовать такие сигареты, машины будут проезжать, еще раз напоминать нашим горожанам и гостям города, что Сочи – это город свободный от курения. И действительно, забота о своем здоровье – это забота каждого из нас. Антитабачные символы появились сегодня во дворах улиц Воровского и Рос. Это начало масштабного проекта. Такие акции мы планируем проводить на территории всего Большого Сочи. Это и в Адлерском, и в Хостинском, и в Центральном, и в Лазаревском районе. Также мы планируем проведение больших антитабачных шествий, которые уже всем известны. И будем думать над тем, чтобы придумать такого нового, интересного, но эффективного для борьбы с курением. В стране уже два года работает антитабачный закон, который ограничил продажу сигарет, жестко обозначил места для курения и ввел запрет на употребление табака в кафе и ресторанах. В Сочи закон фактически работает четыре года со дня подписания на курорте «Хартий. Город без табака». Рината Шипулина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В центре Сочи сегодня раскидали обувь. Таким образом, активисты решили привлечь внимание горожан к проблеме использованной жевательной резинки. Сотня поробу, весь приклеенный к подошве жевательной резинкой – символ проблемы загрязнения жвачкой городской среды. Ежедневно сотни людей в Сочи выплевывают жвачку, будучи не в силах донести ее до ближайшей урны. При этом совершенно не думают, что жевательная резинка наносит большой вред городской среде. Ее трудно очищать и практически невозможно найти применение отходом от нее. Для сравнения, себестоимость одной подушечки из пачки всего 43 копейки, а вот очистка от нее асфальта силами дворника в 17 раз дороже. Технические новинки, позволяющие очищать брусчатку механически, стоят почти 700 тысяч рублей. Деньги в городском хозяйстве далеко не лишние. Поэтому организаторы флешмоба решили таким вот образом попросить сочинцев и гостей курорта быть аккуратнее и воспитаннее. 12 февраля стартует первый открытый кубок горно-туристического центра «Газпром» по горным лыжам и сноуборду. Дата выбрана не случайно. Именно 12 февраля стартовали зимние Олимпийские игры в Лилихаммере и в Ванкувере. 12 февраля курорт откроет свои двери для любителей и профессионалов, желающих получить призы от курорта и партнеров соревнований. А это магазин спортивных товаров «АНГ Премиум Спорт», магазин спортивных товаров «Альп Индустрия», парк приключений на высоте «Скайпарк» и кинотеатр «Люксор», генеральный партнер группы компаний «Ски Клаб». Это сеть профессиональных прокатов и школа инструкторов в Красной Поляне. Среди призов за первое место в номинации «Профессионалы» сертификаты на покупку в магазине «Партнеры» и посещение развлекательного центра «Галактика». В номинации «Любители» главный приз – проживание в пятизвездочном гранд-отеле «Поляна». Призы и сертификаты на покупку спортивных товаров, билеты на экстремальные аттракционы. Также подарки подготовил бар-ресторан «Агава Ред» в развлекательном центре «Галактика». Предварительная регистрация участников открыта по 11 февраля включительно по телефону 8 928 854 86 03. Участие в соревнованиях бесплатное, ски-пас приобретается отдельно. Для болельщиков предусмотрена специальная цена на экскурсионный ски-пас. Для участия в мероприятиях нужна спортивная страховка, ее можно оформить в день соревнований. Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. Студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.